Когда-то в хоккее использовалась футбольная система и по ходу сезона команды встречались с каждым соперником равное количество раз. Но потом в хоккее появилось разделение на конференции и дивизионы и в результате с некоторыми соперниками команды играют чаще. Сегодня в Минске проходит третья игра между местным Динамо и Нижегородским Торпедой. Переиграл ЦСКА. Не в одиночку, конечно, не без помощи партнеров. Момент у Дамира Жофярова. Хороший, сильный бросок. Рыбар на месте. Игра продолжается в зоне Динамо. Шинкевич через борт немножко упростил игру. Бросок. Продолжилась атака Минчан. Правда, не завершилась. Не увенчалась броском. Ответ Торпеда. Три в одного. Бросок. Рыбар отбивает. И не последовало добивание. Отличный сейчас сегмент. В матче просто без средней зоны играют команды. Один момент за другим возникает. Она предпочитает горячие напитки. Обычно тренеры воду пьют. Хороший бросок. Мальта стрёмвала. Сильно вжал эту клюшку в лед. Но прямо по центру идет шайба. Тинулин. Один не полез в авантюру. Прокинул шайбу вперед. И все равно Динамо отрезает соперника этой передачи. Момент у Масалева. Кочетков отражает. Уже четвертый бросок. Створ Минчане наносит во втором периоде. Ну и как минимум два из них были по-настоящему опасными. Взящно развернулся. Выкрутился из этой непростой ситуации. Бег на подходе к воротам. Бросок. Не видит шайбу Кочетков. Но просто за счет выбора позиции отбивает ее. Ну вот опять концовку большинства. Удается Минчанам неплохо провести. Створа сыграют за молодежную сборную Белоруссии на турнире в Дании. Так. Выход два в одного. Шайба Агустина. Перевод направо. Жофера в паузу. Перевод Агустина не забивает. Рыбор выручает. Ну и здесь выход два в одного. Провалились Минчане. И тут тоже два броска. Там пытался закопать шайбу Агустина. Но невозможно это было сделать. Потому что весь низ Рыбор перекрыл. Но поднять шайбу с такого расстояния крайне сложно. Это оставит торпеда. Но еще и один из самых мастеровитых хоккеистов. Бросок Пайгина от синей линии. Шайба не прижата. Но и добивания тоже нет. Пайгин здорово закрыл синюю. И теперь Тинулина дает к воротам Миле. Бросок фактически по пустым воротам. Гол. 1-0. Торпеды выходят вперед. И передача. Да. Причем это не просто отброс шайбы. А Агустин узнал, что на дальней находится Миле. Перед которым открылись ворота. Безграничные возможности перед ним. Открыть сложнее было не попасть. Улыбается Энди Миле. Тинулин и Агастино зарабатывают результативные передачи в этом эпизоде. Но если говорить все про Энди Миле. Десятая шайба. С того матча минчане сбавили темп. Не смогли его выдержать. И в итоге поиграют. Вот момент у минского Динамо. Бросок Кочетков. Понятна реакция Павла. Вот он шанс. Красавец Кочетков прижался вплотную к штанге. И по-моему блином бросок отразил. Мир и не получается бросок. Шайба остается в зоне минчан. Агастино по диагонали. Пауза Ленстрима. Бросок. Отскок. Патрик Рыбер останавливает встречу. Те несколько опасных моментов. Но вот пожалуй самый хороший момент был у Жофьярова. Но бросок касаний не получился. Тут бросок Ленстрима. Два рикошета. И к счастью для Рыбера шайба прилетает прямо в него. Вообще такая бригада у Нижнего Новгорода. Кто там будет завершать момент? Попробую догадать. Кто именно назначен бросающим игроком. Вариантов предостаточно. Но в этом пожалуй и главная беда. Следует от этой статистики. Марин Шайбер. От передачи Жофьярову. Кистевой бросок. Гол. Вот это попадание. 2-0. Дамир Жофьяров. Сам не может поверить. Удивленное лицо Дамира. Удивленное, но в то же время счастливое. Очень важный гол. Три очка в матче с ЦСКА. И очень важный гол сегодня. Забивает Дамир Жофьяров. Но вот по такому матчу отыграть две шайбы Минчанам будет крайне сложно. Тем более времени это совсем немного. Там около 11 минут. Только не от синей линии, а гораздо ближе к воротам. Вот момент у Минчан. Кочетков перекрывает низ ворот своими щитками. И останавливает эту атаку. И классная передача Масалев себе за спину сделал на Стремвале. Сейчас посмотри. Масалев, Стремваль и Кемпе. Вот такая тройка образовалась. Бексон направо переводит. Такое ощущение, что Минчанам одну нужно отыгрывать. Они вообще никуда не спешат. И как будто у них забивают все-таки Минчане за 10 секунд до конца третьего периода. Продолжая твою мысль, впечатление, как будто у них там еще минуты три в запасе было точно. Реализовано большинство в формате 6 на 4. Энди Миле покидает скамейку штрафников. Обидно, конечно, за Петра Кочеткова. Не додержал он свои ворота в неприкосновенности. У Кочеткова в этом сезоне два матча на ноль. Оставляем определенные шансы для Минчан. Переводят они игру в зону соперника моментально. И торпедам нужно максимально упрощать эту ситуацию. Да, прижать к борту, выбросить что-то такое. Радость. Радость очень сдержанная, если мы посмотрим на тренеров торпеды. Игроки выскакивают на площадку. Там, конечно, нужно Кочеткова поблагодарить. Хоть на ноле и не сыграл сегодня, но несколько раз выручил просто здорово Петр свою команду.